В американской школе в Караганде началась проверка финансовой полиции. Напомним, коллектив педагогов и учителей написал заявление в эту структуру, а также КНБ. Школа, учрежденная организацией из США, которая 18 лет содержалась на средства родителей, подарена Марату Кусаинову, который представлялся родственником экс-акима Караганецкой области. Но таковым на самом деле не является. Сотрудник Финпола, который ведет проверку, уже опросил преподавателей школы Фриншип. Педагоги заявили, что новый учредитель попросту разрушает в школе то, что создавалось почти два десятилетия. Повышена оплата за учебу, сокращено четверо сотрудников школы. Но на руководящей должности принято шестеро новых с более высокими окладами, которые, кстати, выплачиваются из родительских взносов. Я стал уже как бы сергодиректором. Ни печати нет у меня, ничего. Решает все Марат Ильисович. Но мне там только учебные процессы не были. Бухгалтера сократил, завуча по работе воспитательной. Затем сократил офис-менеджера и сантехника. Четыре сокращены, а шесть, два, да, шесть приняты. Но, во-первых, мне вообще не нужны школе. Те, что приняты. После того, как в школе побывали журналисты, уволен охранник. Меж тем выяснилось, что новый учредитель американской школы Марат Кусаинов не является родственником экс-акима Карагандинской области Абельгазы Кусаинова. Хотя учредитель уверял коллег, что он его племянник. Сегодня в адрес нашей редакции бывший Аким прислал об этом официальное письмо. Мы приносим свои извинения. Подноготную, конечно, мы его не изучали и не проверяли, но неоднократно слышали, что он этим кичился. И при личных встречах, и при разговорах, и на общих собраниях. Понимаете, ну, тем, что он является родственником, тем, что у него связи великие. Понимаете, это было. В течение года это говорилось неоднократно. Я, как и многие в нашем коллективе, слышала информацию о том, что он является родственником нашего бывшего Акима. Если это сейчас не подтверждается, эта информация, то получается, что это очередной сын лейтенанта Шмидта, как когда-то писал Ильф и Петров. Получается, что это, в общем-то, дает очень такую четкую портретную характеристику этого человека. Всем родителям раздали опросники о том, будут ли дети продолжать учебу в американской школе. Большинство родителей собираются переводить своих чат в другие учебные заведения. Сегодня стало известно, что финансовая полиция передала материалы дела в ДВД области.